Работает видеокамера, гладочек. Да мы видим, да я вижу, что не работает, она не даёт включать её. Нету, ещё. Она не работает, я нажимаю на неё, она не работает. Пусть Вова зайдёт в настройки видео и аудио, и там посмотрит в настройках. Ну где в настройках, покажи. А где они, настройки-то? Настройки в скайпе, в скайпе, значит, в скайпе. Вова должен разобраться, там настройки видео и аудио в скайпе. Инструменты сначала, инструменты, в чём настройки. Где инструменты-то? Слева уреку, там скайп, контакты, беседа, звонки, вид, инструменты, помощь. Устройство не найдено, камера не найдена. То есть там что-то где-то отсоединилась, видимо, вот эта сама. Ну как она отсоединилась бы сама по себе или ещё? Ну не знаю ещё. Камера отсоединилась. Ну давайте без камеры начинать тогда. Да это не дело. Ну давай же, что там. Никто ещё не задевал, я один дома. Давайте, мальчики. Даю небесное, утешителю души истинным, и живь бездесный, и вся исполняй сокровища благих. И жизнеподателю прийди в сырье сяны, и очисти нас всякие скверны, и спаси благое души наши. Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Все, занятие начинаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И сказал, чему подобен Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, схворится, становится больше всех злаков и пускает большие ветви. Так что под дерево могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им Слово, сколько они могли слышать. Без притчей же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Все, появилось. Толкование. Мало слова веры, потому что следует только уверовать во Христа, и ты спасешься. Видишь, что слово сие столь же мало, как и горчичное зерно. Но посеянная на земле проповедь, слово расширилось и разрослась. Так что на ней покоятся птицы небесные, то есть все люди с выспренним и горним умом и знанием. В самом деле, сколько мудрых успокоилось на этой проповеди, оставив еленскую мудрость. Таким образом проповедь сделалась больше всего и пустила великие ветви. Ибо апостолы, как ветви, разошлись один в Тим, другой в Индию, третий в Ахайю и прочие же в другие страны земли. Господь говорит народу многими притчами, предлагая притчи сообразно состоянием слушателей. Так как народ был прост и не учен, то поэтому напоминает ему о горчичном зерне, о траве и семени, дабы известными ему и обыкновенными предметами научить его чему-либо полезному или заставить его подойти и спросить. И по вопросе разуметь непонятно. Так ученикам объяснял он все наедине, так как они прямо приступали к нему и спрашивали. Объяснял же все только такое, о чем они спрашивали и чего не знали. А вообще все, даже ясно. Ибо когда уразумевали то, о чем спрашивали, то из этого становилось ясно для них и другое. И таким образом разрешалось для них все. Вопросы калашников у вас так микрофона не выключены. Нет вопросов по этой теме. По этому отрывку. Идем дальше. С 45 по 41 стихи Иоанн Глиотмарка 4 глава. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. И с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его плеты говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Так, секундочку. И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так повезливы, как у вас нет веры. И упаялись страхом великим и говорили между собою. То же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Толкование. Матфей повествовал об этом иначе, нежели как Марк. О чем тот сказал пространнее, но этот сократил и наоборот, что первый изложил кратко, а потом последний сказал пространнее. Господь берет с собой одних учеников, предоставляя им быть зрителями будущего чуда. Чтобы они не превозносились тем, что других отослал, а их взял. И вместе, чтобы научить их переносить опасности, попускает им быть в опасности от боя. А спит он при всем с той целью, чтобы чудо показалось им тем важнее, после того, как они перепугались. Иначе, если бы буря случилась при бодрственном состоянии Христа, они не испугались бы и не обратились бы к Нему с прошением о спасении. И вот он попускает им быть в страхе от опасности, дабы они прижили в сознание силы Его. Так как они только на других видели благодеяния Христова, а сами не испытывали ничего подобного, то была опасность, что они сделаются беспечными, посему Господь попускает быть буря. Он спит на корме корабля. Она была, конечно, деревянная. Пробудившись, Христос запрещает сначала ветру, так как Он бывает причиной морского волнения, а потом укращает и море. Обличает и учеников за то, что они не имели веры. Ибо если бы они имели веру, то верили бы, что Он и Спящий может сохранить их невредимыми. Ученики говорили между собою, кто есть сей, потому что имели еще не определенное понятие о нем. Так как Христос укротил море одним повелением, а не жезлом, как Моисей, не молитвенным воззванием, как Елисей и Ордан, не ковчегом, как Иисус Новин, но то по этой причине Он показался им выше человека, а тем, что спал, Он явился им опять человеком. Вопросы, может дополнение того есть, мысли. То есть, когда получается какая-то буря в нашей жизни, опасность, это все для исцеления нашей беспечности, судя по толкованию. Сегодня такое изобилие, никогда такого не было. В магазинах все есть, работа тоже все есть, как-то христианин, гонений нету, заплыли жирком, такое вот состояние тепло-хладное может быть. Но оно очень опасное. Вот. И есть такая поговорка, затишье перед бурей. И вот мы вчера хоронили мужа жены Жолдарова, он когда умирал, он что-то ему там во сне явилось, и он так на ухо прошептал, что... Она пересказывала вчера на планете, что война будет. И многие ясновидящие говорили, что вот в этот период, и сейчас по телевизору как ни вкрутим все вот эти военные слухи, военные слухи, и писание об этом говорит, что в последние времена будут военные слухи, но... Не будьте без печени, ибо Господь придет как встать ночью, неожиданно... Евангелие от Марка 5 глава с 1 по 5 стихи И пришли на другой берег моря, в страну Годолинскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился о камни. Толкование. Матфей говорит, что было два бесноватых, а Марк и Лука говорят об одном. Все последние избрали лютейшего из них и повествуют о нем. Бесноватый идет и исповедует Христа Сыном Божиим. Так как бывшие на корабле не думали о том, кто он, то последует достовернейшее свидетельство о нем от врагов, разумею бесов. Бесноватый жил во гробах, потому что бес хотел души через это ложную мысль, что души умерших становятся бесами, чему никак не должно верить. Вопросы. Евангелие от Марка, 5 глава, 6 по 10 стих. Увидев же Иисуса, и издалека прибежал и поклонился ему, и, скричав громким голосом, сказал, «Что тебе за меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их волн из страны твой. Толкование. Выйди из человека демоны почитают мучением, почему и говорили «не мучь», то есть «не выгоняй нас из жилища нашего», то есть «из человека». С другой стороны, они думают, что Господь не будет более терпеть их за чрезмерную их дерзость, но тотчас предаст мучению, поэтому и молят, чтобы не мучил их. Господь спрашивает бесноватого не для того, чтобы самому знать, но чтобы другие знали о множестве вселившихся в него бесов. Так как пред глазами стоял один человек, то Христос показывает, со сколькими врагами боролся этот жалкий человек. Вопросы? Евангелие от Марка, 5 глава, с 11 по 14 стихи. «Пошлось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Полкование. Бесы молили Господа, чтобы он не высылал их вон из страны, но чтобы пустил стадо свиней. Он соглашается на это, так как жизнь наша есть брань, то Господь не хотел удалить из нее. От нее демона. Так как жизнь наша есть брань, то Господь не хотел удалить от нее демона. «Чтобы они свою борьбу с нами делали нас искуснейшими. Попускай им войти в свиней, дабы мы знали, что они, как не пощадили свиней, так не пощадили бы и человека того, если бы не сохранила его сила Божия. Ибо бесы, будучи враждебны нам, тотчас истребили бы нас, если бы не охранял нас Бог. Итак, знай, что демоны не имеют власти даже над свиньями и тем более над людьми, если не попустит Бог. Но знай и то, что в людей, живущих по-свински и валяющихся в теми чувственных удовольствий, вселяются демоны, которые, не сдержавших их со стремнен, погибели в море сей жизни, и они утопают». Вопросы. Виталий Калиников, вопрос. «Если различие между существованием и одержимостью?» Слово «одержимость» говорит о том, что кем и чем одержимы. «Объяснование» показывает демонами. То есть говорится об одном, но второе, более уточняющее слово. «Одержимый бесами». А бывает человек одержимый гневом, похотью. А это утверждает уже абсолютно точно. Три названия у Библии. Библия, Священное Писание, Слово Божье. А какое самое главное? Слово Божье. Священное Писание может и где-то еще быть у кого-то какое-то. А Слово Божье, это определенно прямо от Бога автор Бог. А Библия вообще ничего не говорит. Просто о том, что это книги. Все. Благодарим. Понятно. Евангелие от Марка, 5 глава, с 15 по 20 стихи. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивились. Толкование. Пораженные чудом жители города того вышли к Иисусу, услышав же о подробностях, они еще более испугались. Потому и молили Иисуса выйти из пределов их. Они боялись, чтобы не потерпеть еще чего-либо большего. Потеряв свиней и сожалея об этой потере, они отказываются и от присутствия Господа. Напротив, бесновавшийся просил у него позволения быть с ним, так как опасался, что бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его домой, показывая, что его сила и промышление будет охранять его и в отсутствии. Отсылает его вместе и для того, чтобы он доставил пользу другим, которые убедят его. Посему он и начал проповедовать, и все удивлялись. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы сегодня этого исцеленного бесноватого поставили патриархам, какую пользу он принес бы для России? Нужны не звания докторов богословия, а знания Христа. Жажда проповеди Слова Божия. И об этом даре надо молить Бога. Где нет проповеди, там царствует тьма. Там стада свиней и лошадей в храме, как говорит Иоанн Платоус. Самая великая трудность – привести человека к окрещению. Православие же пастори к этому не прилагает никаких усилий. Кому надо, те сами придут к нам, и мы их окрестим. Прием в семинарию должен включать в себя только один экзамен. Не знание истории партии, церковно-славянского языка, а знание Библии и святая жизнь. А все абитуриенты должны бы предварительно поработать в христианском обществе хотя бы месяца три, чтобы можно было узнать, кто есть кто. Чтобы он доставил пользу другим, которые увидят его. Пока человек не встретится со Христом, и Господь не изгонит из него злых духов, проповеди от него не дождешься. Я, когда это место читаю, всегда вспоминаю, как мы ездили в Коробейниково, раздавали Евангелие на всю деревню, там одно Евангелие, может быть, нашлось. И потом у нас встреча была с местными там священниками, они, Игнать Тихонович, игнать Тихонович, иезжайте отсюда, иезжайте. И как-то Христа гнали, дабы, ну вот, очень похоже на это место. А чего вот они гнали, то чего они боялись? Ну, приехали мы, ну, раздали, Ивангелие. Че, 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 те. Те боялись-то, что урон такой. Бесы вышли, свиней лишили. А эти чего лишился? А, Игнать Тихонович, чего они боятся такого, гонят его? Ну, когда Господь говорит, не бросайте жемчуга перед псами свиньями, псы это не верующие, а свиньями называются верующие, ведущие грязный образ жизни, ложь, беззаконие. И вот они боятся, что лишаться этих свиней, они сделаются христианами, и теперь не будут сжечь пачками эти вонючие свечки. Больше ничего нету здесь. И притом этот, который гнал больше всего, это все записано, снято у нас на видео. Роман, его сделали епископом в Рубцовске, и батюшка его сейчас приглашал на День деревни. Нет, на престольный праздник он по-хорошему, по-ласковому, все, но их куда-то там надо, храм освещали, поехали туда. А то мог даже и приехать. У них это правильно, он показал себя патриотом таким, его в епископы еще повысили за это. А я все это переписал, гнали в Павловске, в Ребрихе, и здесь вот сняты Коробейниковы, это главный конец крестного пути, Коробейниковская икона Божьей Матери. И там вот такое вот, на всю деревню, на тысячу, допустим, человек, мы нашли там, кажется, два Евангелия было, что ли. В одном месте, интересно, одна сказала, у меня есть. Пошла и принесла сонник, как сны разгадывать. Да-ка, разве это не Евангелие? Да нет, это не Евангелие. А другая бабушка говорит, а что это у вас, помянник? Она говорит, нет, наша сестра, это Евангелие. Ага, Евангелие-то надо, нам отец Роман прочитает. Я думал, помянник это, родственников записывать где. Люди ничего не знают. Это центр, святыня, главное, Алтайской метрополии тогда было. Вот это реально. Меня сегодня спрашивают показать видео, как обратился к Богу в моём доме отец Наум, еврей, стал священник, отец Геннадий Фаст. Видео тогда не было, мы ничего не снимали, попутно хочу сказать. Но на аудио записано только отец Геннадий. И всё это я могу показать, в каком томе у нас, и можно считать, вся беседа переведена в Word. Так что, а когда отец Геннадий был, у нас вообще ничего не было записывать. Ничего не было. И поэтому ничего и не сохранилось. А как я был в Грузии, у него дома, в храме проповедую, вот сейчас, когда были миссионерские поездки, это осталось. Но теперь он смещенник, а не том, как стал. Я могу рассказать, как стал? Это для него, ну, допустим, два часа он побыл, и стал православным. Это Господь всё делает. Всё у меня. Господь Христос. Иван Глядмарка, 5 глава, 21 по 29 стихи. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Яаир. Увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошёл с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей и источнила всё, что было у неё, и не получила никакой пользы, но пришла ещё в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Толкование. После чуда над бесноватым Господь совершает другое чудо. Воскрешает дочь начальника синагоги. Для иудеев, очевидцев события, евангелист сказывает и имя начальника синагоги. Это был человек полуверующим. Тем, что пал в ноги Христу, он оказывается верующим. Но тем, что просил его идти, показывает веру не такую, какую должно. Ему следовало сказать, скажи только слово. Между тем, на пути Господа исцеляется и кровоточивая жена. Жена эта имела великую веру, потому что надеялась исцелиться от одной одежды Господа. Зато и получила исцеление. В переносном смысле, разумею, это и о человеческой природе. Она была кровоточива, потому что производила грех, который есть убийство души и который проливает кровь в душ нашу. Природа наша не могла получать исцеление от многих врачей, то есть ни от мудрецов века сего, ни даже от закона и пророков. Но она исцелилась лишь только прикоснулась к одежде Христа, то есть к плоти Его. Ибо кто верует, что Христос воплотился, тот и есть прикасающийся к одежде Его. Вопросы? Евангелие от Марка, 5 глава, 30 по 34 стихи. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, Тщель, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Толкование. Сила выходит из Христа не так, чтобы переменяла место. Напротив, она и другим сообщается, и в то же время без уменьшения пребывает в Христе, подобно как и уроки учения остаются и при учащих, и преподаются учащимся. Но смотри, как народ со всех сторон стеснял его, и между тем ни один не прикоснулся к нему. Напротив, жена, не стеснявшая его, прикоснулась к нему. Отсюда научаемся той тайне, что из людей, занятых множеством житейских забот, никто не прикасается ко Христу. Они только гнетут его. Напротив, кто не гнетет Иисуса и не обременяет своего ума суетными попечениями, тот прикасается к нему. Но для чего Господь открывает жену? Во-первых, для того, чтобы прославить веру жены. Во-вторых, для того, чтобы возбудить веру в начальники синагоги, что и дочь его также будет спасена. Версти и для того, чтобы освободить от сильного страха жену, которая боялась, как бы украшивая исцеление. Поэтому Господь не сказал, я спас тебя, но вера твоя спасла тебя. Иди в мире, то есть в покое. Мысль этих слов такая. Будь спокойна, ты, которая доселе была в скорби и смятениях. Вопросы? Евангелие от Марка, 5 глава, 35-го по 43-й стесня. Когда он еще говорился, ее проходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Якова. Иисус приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцать. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Толкованием. Люди начальника синагоги почитали Христа одним из обыкновенных учителей, почему просили прийти и помолиться о девице, а напоследок, когда она умерла, подумали, что он уже не нужен после смерти ее. Но Господь ободряет отца и говорит, только веруй. Между тем, не позволяет никому идти за собою, кроме трех учеников. Потому что смиренный Иисус ничего не хочет делать на проказ. Смеются, это попущено с тем, чтобы после не имели предлога говорить, что она была в обмороке. И что не диво, если он воскресил ее напротив, чтобы сами себя уличили собственным свидетельством о воскрешении им действительно умершей, когда даже смеялись над его словами, что она не умерла, но спит. Господь берет ее за руку, дабы сообщить ей силу, а велит дать ей есть для того, чтобы удостоверить воскресение, как в действительном, а не мнимом происшествии. Вопросы? Игнать Тихонович, есть что добавить подсказанное, расширить если больные будут, повторить это, обратиться к Господу и получить исцеление, вот это и добавить, на практике убедиться, что это так. А только сегодня встречаются, вот на пенсии, как на пенсии, какая пенсия, и второй вопрос всегда, чем болеешь? То есть это определенно, пошел на пенсию, считаю, что уже прелюдия к смерти. Вот встречаются мои даже земляки, а чем болеешь? Я говорю, не болею, как? Ну, совсем не болею. И ничего не болит, да все болит, но это не болезнь, это организм свидетельствует, что земля тянет к себе. Главное, это пищевод, если пища перерабатывается, ну, а сердце уже тут в такт работает, главное, это пищевод, с сердцем они вместе, а остальное, там колени не сгибаются, там где-то еще что-то, поясница, ну, больше поклоном делай, и все как-то будет, и я говорю, я очень большую веру имею, все, что написано в Евангелии, верю. Воскресение из мертвых, хотя только одно у меня, и нет веры в одно, я не верю, что мне уже в июне 10-го будет 80 лет, но никак не верю. А тут веру не надо, Игнать Ильич, тут все наяву. Веру не надо. Тут веру не надо, тут все наяву, вам уже 80. Ну, как же так. Что, продолжим тогда? Евангелие от Марка, 6-я глава, с 1 по 3 стихи. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с узумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Полкование. Господь приходит в Отечество не потому, чтобы не знал, что окажут ему невнимание, но для того, чтобы впоследствии не могли говорить, если бы он пришел, то мы уверовали бы. Приходит вместе и для обличения завистливого нрава своих соотечественников. Ибо тогда, как им надлежало восхищаться Господом, так украшающим их Отечество и учением и чудесами, они вместо того уничижали Господа за его бедное происхождение. Вот какое зло, зависть. Она всегда старается попрочить доброе и не позволяет завидующим видеть его. Так и ныне многие по неблагонамеренности и крайнему неблагородству бесславят некоторых по причине незнатного происхождения их, хотя они достойны всякой чести. Но, Геннадий Тихонович, а вот вам часто спрашивают, где вы учились, что вы заканчивали. Люди же понимают, что такая премудрость из вас исходит. Вот как в данном случае родственники. всегда. Раньше мы работали в мостопоезде 140 и каждый год бесплатный билет туда и обратно в любой конец Советского Союза. А и все время дорогу я проповедовал. И всегда собирались люди, проводники не могут пройти по вагону. Верхние полки лежат. Один раз посмотрел, только в нашем купе, кажется, 11 человек набились. и обязательно всегда спрашивают, а что вы заканчивали? Говорят, ничего нет. Нет, попай в рогожке видно. А почему спрашивают? Во-первых, Господь благодать действует. Вот я свидетельствовал, они с Украины, там где-то с Буковины какой-то ехали, тогда называлось завербованное как бы, им сказали приехать работать. А я им свидетельствовал. И они четверо едут, и все четверо поверили тому, что я говорю. Я слажу на разезде под Степной, и они слазят. Я говорю, не слазьте, я буду тут работать, я с вами не буду. Нет, мы уже поехали там в Хабаровск или куда, никуда не поедем, нам больше ничего не надо. Мы нашли, что искали. Я видел такие чудеса, что не расскажешь. Если будет сейчас время, я маленько бы рассказал, кто не знает, как Бог действует, когда Богу доверяешься. И как говорят спасибо, никогда спасибо не надо говорить, спаси Христос. И как на этом слове Господь уловил великого грешника в поезде, директора ресторана. Как в этом день я проповедовал где-то четыре часа в ресторане всем людям. Это Бог так сделал. Такое уважение, почтение. А было так, человеку не нравится, он пошел, нашел там милицию и привел. А милиционер зашел в купе и сел. А мужик-то подождал, когда он мне рот заткнет-то. А ничего нет, милиционер сидит, как аршин проглотил. А этот мужчина отосунулся к ним, он говорит, сядь на место, а то сейчас выведу. Мужик и не понял, как я зазомбировал этого милиционера. Полностью. Я смеюсь просто над этими зомби... которые... манкурты в рясах и без рясы. Они завидуют, умирают от зависти ко мне. А почему? Да у них никого нету. А вот вы зайдите на наш форум, и там Владимир Мачарин стихотворение написал и положено на музыку. Я бы дал прослушать даже, если ты разрешишь. Вот. Во свете Библии называется. Это вообще... Во свете Библии, а сколько врагов и сколько друзей... Там слова такие есть. У меня много врагов, а друзей еще больше. И каждый день пишут люди... Вот вчера написали из Норвегии, разговор был по скайпу, выставлю. Швеции, там, то с Австралии новые люди пришли, уверовали. Уверовали по-настоящему. Вот так. Это Бог делает. А они сидят за мной, гоняются, и кто узнают, кто со мной имеет общение, его заваливает грязью. Эти люди звонят, а что это за люди такие, которые вот это я... Ну и что? Да за хвост в яму вот так. Так он такие слова говорит, там, на вас и все. Ну, ему дана эта свобода, свобода дьяволу дана. Что вы так забоялись-то? Они только за мной гоняются. За мной столько гоняются, выразить нельзя. Ну, представь, только заблокировать пришлось, ну, я не знаю, за сколько это. Шесть с половиной уже тысяч. Шесть с половиной тысяч это половина дивизии. Дивизии военное время полной. И разницы нет, какой ролик у меня выставлен. Вот я смотрю, там, у Осипа, другие, комментарии отключены, комментарии отключены. У меня двенадцать тысяч восемьсот роликов, и ни один не отключен. Они заходят, сразу нажимают в самое популярное. Одни и те же, одни и те же. И уже по пятьсот четыре тысячи на ролик просмотров. а другие тут рядом златоут, житие, Библия начитана, ничего не знают. И матерками такими ужасными. Я посчитал предложение из пяти слов, и все матершинные. Если работал, он не говорит работал на меня, а на букву то на П, то на Х, то на Б. Специально роботы или боты какие, или люди, прямо по картинке, поэтому видно, что ему что-то неудобно. Научают другие, чтобы зло сделали мне. А я только узнаю, кто они такие, а фамилии, имени нет, я молюсь каждый день за них. Почему? Это награда, когда имя ваше понесут как неугодное. Это награду сплетает венец. И каждый день столько поношения, как Златоуст говорит, мне венец сплели похвалами, больше моей славы. Он опустился на голову до плеч, если Господь обещал награду, то я не знаю, кто больше меня получит награду. Патриарха намного меньше, Путина намного меньше, теперь я убедился, поносит. А я никому ничего не сделал, зависть. Заходят, если блудник, он заходит и учит, как ходить правильно, как любить жену, там ролик, где за столом сидим, вот-вот такое она-то на Пупкова называет, вот сидит рядом, смеется, хохочет, а он просто улыбнулся, Сергей Павлович. Вчера я ответный ролик изготовил этим людям, которые вот так сильно злобятся, это никудышно, это хамьё, бесчестные люди, бессовестные, и что, только молитва может прошибеть. А вы верите мне? Говорят, не верю. То есть я верю, что они перешли грань, похулили Духа Святого по всей вероятности. Денно и ночь злодействуют. Ничего нельзя сделать. Вот так. И это всегда, вот сколько, 56 лет, и у меня практически не было случая, чтобы я дорогой проповедовал, и кто-то не спросил, а какое у вас образование? А с чего вы заканчивали? Ничего не заканчивал. Ни один не верит. Ни один. А что, я ничего не знаю? Ну, стихотворение рассказываю, Библию цитирую, примеры из жизни. Ну, Господь касается сердца людей-то. А люди-то это видят. Я, например, говорят, вот вы, видите, вел я занятия одновременно, пять университетов одновременно, а какая программа? Я всегда удивляю людей, у меня, я говорю, программы вообще нету. А как? Ну, как, вот то, что проходим, новый замет, трехтомник, толкование, блаженов, апеллак, то я отвечаю на вопросы. Ну, конечно, я расширяю, приближая тогдашнее, называется экстраполяция событий, на сегодняшний день. Нет. Я никакой, не ученый, никто. У меня нет образования, я прорабом работал. Все у меня. Можно добавить? Давай. Я немножко о премудрости, что дана премудрость была. Например, премудрость Соломона в девятой главе, там Соломон молится Господу, чтобы Господь ему даровал премудрости, потому что он престол занял, говорит, и как мне руководить народом-то? Нет такой мудрости. Вот он Бога выпросил, мы знаем в дальнейшем, как он руководил премудро. Вот еще есть, что может быть препятствовать тому, что премудрость не входит в человека. Вот премудрость Соломона, первая глава, четвертый стих. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. И пятый стих. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Вот так. Помощь. Притом, я это объясняю всегда, где бы ни был. В центре России, в метро или где-то, говоришь, всегда спрашивают, а какое образование, что заканчивали. Ничего не заканчивал. Я учусь день и ночь. День и ночь. 56 лет только с Библией в руках. Вот и все. Проси Христос. Продолжим. Иисус же сказал им, Марка 6, глава 4, 6 стих, Не бывает пророк бесчестия. Разве только в отечестве своем его сродникам и в доме своем. И не могли совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелял их. И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Толкование. Господь говорит вообще о всех пророках, что они не пользуются честью в отечествах своих, между сродниками и домашними. Имеют ли они знаменитых сродников? В таком случае эти сродники завидуют им и потому бесчестят. Будут ли они бедного происхождения? Опять бесславят их за бедное происхождение. Господь не мог сотворить там чудес не потому, что был бессилен, но потому, что те были люди неверующие. Щадя их, Он не творит чудес, дабы не послужили к большему осуждению их, как людей неверующих и при виде чудес. С другой стороны, для чудотворений потребна, во-первых, сила творящего, во-вторых, вера приемлющих чудо. Так как здесь не доставало второго из этих условий, то есть веры, имеющих нужду в исцелении, то Иисусу неблагопотребно было творить чудеса. Так и должны мы понимать, что выражение евангелиста не мог, употреблено, вместо не решался. Вопросы? Я вот, Сергей, скажу немножко. Я вот ездил две недели на Урал, недавно, и скажу, что вот это, что нет пророка в своем очести, еще раз убедился. Аминь. То есть на это только можно сказать. то есть не хотят слушать. Да, то есть она вера, она по наследству-то не передается. Поэтому тут плоское родство, но ничего не значит абсолютно. Написано, и враги ваши будут домашние ваши. Также здесь братья Христа и завидовали ему. А вам, Игнать Тихонич, ваши родственники завидовали как воскресить Христу или что-то какие-то там? Да трудно сказать, как они завидовали. Я стихотворение отцу посвятил, как в басне «Надобно ж беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Старший брат на меня сильно вознегодовал. Мы думали, вот я когда окончу, что-то там буду, и ты как-то пробьешься там в начальники и нас всех поднимешь. Вот они что-то возлагали на меня надежду, а я не оправдал. А завидовать, да кто в домашних условиях завидовать? Они, не знаю, даже домашние. А мне что было завидовать? Я с утра до вечера работал. На поле, на сейлке, там, дома все время наводство возить, колодцы копать. А что завидовать-то? лезь вместо меня. Не знаю. Вот попы, которые сейчас нападают, и тут кроме зависти ничего нет. Вот они даже наступают на рождественских чтениях, там, дворкин, где, и выступают, вот все, это мой детский лагерь, не так. А потом говорит, и непонятно, а почему дети веселые такие, смеются. у меня там тоталитарный режим, у меня там пытки какие-то вроде бы, размонтировал ни одного мальчика на запасные части, ну, то есть, городят, что, и непонятно, что. То есть, они заранее уже назвали меня каким-то именем, а под это подгоняют, все остальное, оно разваливается, нет. Вот нас назвали, мы сектанты, а в семинаре преподают у сектантов нет икон. Сектанты-то не имеют икон и не поклоняются им, и свящей нету. Вот они так приходят и говорят, да как говорили нету, а у них иконы, ага, это они ради вас повесили. У сектантов нет епископа, они самозванцы. А они говорят, а мы приехали, у них службу ведет епископ. Да, идет. Вы же уши не видели, они его палками потом гонят за деревню там, за околки. То есть, ему заранее сказано, что сектант, а дальше он про сектантов все знает, ложный посыл. Но если бы сказали я там какой-то еще, и они бы под это все подогнали. А ты на месте-то посмотри и погляди. Вот на меня нападают, вот есть такое черная сотня, да, прямо есть это в России, черная сотня. И там руководитель Роберт, кажется, Шиль какой-то, Штильмарк или кто. Ну, и они без нас получили, мы только сайт открыли. А кто он такой? Вот Лапкин там просил. Ну, надо посмотреть. Еговистский жид. Даже сроду не слыхал такого. Еговистский жид. Ну, они обратились к одному отцу Сергию. То есть, Сергий, Игнатий такой вот есть. Ну, кто он такой-то? Он говорит, а он проповедует? Да вот тот и оно, что везде проповедует. Его слушают, да не то слово, говорит. Люди обращаются и каются. А куда он их ведет? Да никуда, всех патриархийные храмы. Да к вам что еще надо-то? Если человек работает и в свой дом тащит все деньги, то где он живет? Ну, он их сразу наставил на путь истины. Куда души обращаются? Как пишет Павел Бочков, тысячи людей, тысячи пришли и все в патриархию. Я же не посылаю их к царообрядцам или, ну, другие места. Вам что еще надо-то? А не таким методом пользуюсь. Есть технология покаяния, технология... Да нет технологий. Я признаю только два момента. Рождение свыше и крещение Духом Святым, водительство Духом Божиим. Все. И тогда тебе нет нужды, чтобы я учили. Все будут научены Богом. Учить богословие, да, надо, а что правильно, неправильно, Дух Святой тебе покажет. Ну, и они, конечно, завидуют. Академии кончают там и звания. У меня ничего нет. И когда встречаемся, он говорит, я священник, вот мы приехали к епископу, а он там печатает книжки небольшие, брошюрки, там, Игнатия Бринчанинова. Ну, и вместо библиотеку отдали. И у них там полочка, они стоят. Проходит год, он говорит, все до одной брошюрки вернули. Мы сказали, если кому надо, там, по нескольку экземпляров, там, пусть берут насовсем. Никто не взял, говорит, и не считал ни разу. А я пришел туда, меня встречают они, первый раз видят. Это сибирский город. Первый раз видят. Записывают. А она не успела записать, а люди, которые тут в библиотеке книги берут, и она говорит, ну, дайте хоть я запишу, к кому пришли, потом запишешь. Я еще не ушел, а книги уже разобрали. И епископ говорит, ну, разве это справедливо? Мы напечатали там такого-то, такого-то, святого, и никто не берет. А какой-то приехал тут, и все берут. Я говорю, ну, моя вина-то в чем? Вот и все. Слово добивается. Они не понимают. Вот поставили о нас в фильм один. Пречувствие. А он займет потом на международном киноконкурсе первое место. А, я все закупил, все на американские доллары. Не закупал я. То есть они понимают, что все так делается, а тут не так. Второй фильм назвали Златоуст из Потеряевки. Ну, Кузнецов, режиссер назвал не я, а тот фильм назвал тоже вон так, Пречувствие. Моя какая вина-то? Он занял первое место в России. Первое место. Документальный фильм о православии. Конечно, завидуют. Тут собирали деньги, деньги. Я не знаю, сколько они лет собирали Краевая администрация. Фильм поставить про Евдокимова, Михаила Сергеевича. Погиб в автокатастрофе. Тут Путин приезжал хоронить. И никто не знает этот фильм, и никакой популярности нету. Нету. Ну и все. Издать произведение Шухшина тоже опять сбор денег был. Государство. Ну и сдали там шеститомник или что-то маленькое. У меня в книге по 752 странице 30 томов только открытым оком. И нигде я не ходил, не собирал. Объявление дал, что нуждаюсь, а Господь послал. Я просто вижу, конечно, они должны завидовать. как не завидовать-то? Вот ответ. Так, у нас час прошел. Пожалуйста, вам слово задавайте вопросы. Мир вам, братья. Хотел бы уточнить, вот, то есть, на доброе дело, вот, я помню, Игнат Тихонович говорил, что в Америке, в США-то, когда был, что там, как бы, вот это объявление давали, да, что требуются средства, и там вот выделяли большие средства. Нет, не объявляли нигде. Не было этого. После выступления я тему назначил «Будущее русской эмиграции во свете Библии». А они эмигранты, их это интересовало. Ну, там было, сразу один подошел, Иосиф Дегранде, Джозеф, и, дескать, я хочу вот вам выписать чек, я не знаю, и в руках не держал эти доллары. Я говорю, а что делать-то все? Да вы пойдете и снимете где? Да в любом государстве. Не знаю. Он сразу мне на пять тысяч выписал долларов. То есть, его коснулся Господь. Он хотел побывать здесь, а сколько ни искал, его так и не мог найти по сегодняшний день. Иосиф Дегранде, это было в Джордан-Вильском монастыре, это, в храме там я выступал. А о деньгах там никогда речи не вел. Я просто их зазомбировал всех и все. Утрами я гуляю, прогулку делал там после болезни, архиепископ Антоний Сенкевич, он был когда-то главой миссии в Иерусалиме, а в это время он был в Лос-Анджелесе, я там был. Ну и гуляли, а потом он у Орловых был на квартире, Никита Феоктистович, а теперь он митрополит Антоний, хозяин дома этого. Я пришел и говорю, владыка, гуляли, а он говорит меня, подожди маленько, я отостановился, вот банк, я сейчас схожу. Пошел, снял деньги, доллары и мне отдал. Кто он отдал? Да у него, говорит, зимой снега не выпросишь. Он зазомбировал и все. И он что делает, не понимает, ну как. Вы знаете, был такой, кино показывает, Мессинг и Гольф. Вот и весь ответ. Так, я на занятиях в университете записки были, правда нет, что я учился в Индии долго, в Египте, постигал эту черную магию. А я в то время дальше, говорит, потеряю, в киноса не высовывал. Может быть. Ну, вот так вот, мысли, что отмечать-то? Их слушают. Про автокефальную церковь на Украине что-то можете сказать? Вот видишь, я буду говорить повтор. Меня попросили по интернету создать ролик по этой теме, а эта тема-то мне очень хорошо известна. Как-то заговорили о протоколах сионских мудрецов, о масонстве. Один, да я еще знаю, дескать так. А я 14 лет отдал этой теме, попутно, все время занимался. Абсолютно всю литературу, дореволюционную, зарубежную и советскую. Следил за этим делом, меня всегда все это интересовало. Здесь что? Я просто могу ответить, пустое и не слушайте. Вот Андрей Кураев высказался, а мне говорят, так он с вашей книжек, наверное, все берет. Он приезжал, сюда был. Не знаю. Он сказал, автокепалию каждому приходу надо дать, каждому человеку. Он свободу имеет. Вот они сейчас, они всегда претендовали на большее. Сегодня ночью мне такой там Шереметьев один князь скинул материалы. Ну и считать невозможно. Ну, понимаешь, вот я не хочу никого обидеть, но скажу, придурки. Я бы мог показать, сейчас прочитать и ужас один. Сейчас подожди-ка, гляну, может быть, увижу здесь. Шереметьев, так, событие. Так. Ну вот, не сразу найдешь по этой теме. Вот. Ну и вот они там пишут сейчас на Украине, какие материалы идут. Вот. Вот, на прочитал. С сегодняшнего дня в Украине уже Константинопольский патриархат. И все с приставкой МП Московской патриархии в Украине вне закона. А Томас от Константинопольского патриарха, патриархата уже не горит. Украина уже освободилась от Москвы и решение уже принято. Все, что мутило Москва с 1686 года является ничтожным и недействительным. Навернулся Третий Рим и наружу вылезло настоящее русское обличье, грязное раскосое рыло. В силу во второй Иерусалим. Киев. Русская киевская метрополия создана в 988 году и так далее и так далее в Текефале когда какая была и дальше пишет. Много лет Москва просила Константинополь дать ей право на метрополию но тот давать ей такое право всегда отказывался. Так продолжалось сотни лет пока в 1448 году случилось событие которое навсегда изменило отношения Москвы Киева Константинополя. Князь Василий Второй предал анапими всех христиан. Но это все вранье. Центр православия Константинополь все его митрополии в том числе и Киев назвал слугами дьявола всех христиан их пасты еретиками и провозгласил Москву с ее попами единственным верным центром православного христианства. Ну а дальше тут я пролистываю страницу за страницей большой материал и говорит тем не менее в 1461 году никем не признанная по сути мракобесная церковь Москвы вот на меня этими словами эти лезут разные ДС мракобесная церковь Москвы произносила московскую митрополию сама выбрала себе митрополита Иону и они же по произвольному решению самоизбранного митрополита стала называться русской митрополией при этом как вы сами понимаете к Руси оно на тот момент никак не относилось ну то есть ну бред и дальше вот тут и возникает первый вопрос важный как может церковь называться законной подлинной исконной христианской если она официально ни в одном центре христианства не признано а там московской патриархии говорили ну вранье дальше и решение московских раскольников мракобесов опять же никем не было не одобрено не признано и являлось по сути своей незаконным и далее отсюда единственная правильная вера Христа подается исключительно в Москве которая есть пуп земли два слова с большой буквы и царю никто иной как помазанник божий бич господень а это не так кара небесная концепция данная получила название Москва Третий Рим обосновал ее монах Филопей который выложил ахинею в своей переписке с дьяконом Михаилом Григорьевичем Мехирю Мунихиным и князем московским Василием Третьим более чем 150 лет существовала московская ересь в статусе самопровозглашенной и этот ее разрыв с материнской церковью мягко говоря чести ей не делал надо было как-то возвращаться под влияние Константинополя который особенно этого не жаждал то есть ни одного слова нет правильно я не знаю там опубликовано мне скинули так Паралис Годунов там когда призвали патриарха оттуда всенародно решили утопить в реке ежели он не признает московского автокефалию законы удивительно но патриарх после таких слов не смог отказать Годунову и позабыв о дарах после признания московской митрополии просто таки бежал в Константинополь вернувшись который поклялся что более никогда на такую вольность как посещение Босковия не решился не решится и потом вели дорогу туда забыть но что говорить как они на это смотрят ну тут тут ну ничего нету такого чтобы было по-человечески какие слова ну просто даже не верится неужели это может быть такое у них какой-то такой дипломатичный язык там что такое а это обыкновенное ругательство шпана какая-то неужели у них такие там теперь в руководстве мы имеем это все из литературы из газет из интернета ничего этого не надо а Москву они решили там пускай решают тебе какая разница молись никак не смотрю признают вшивая возня по-другому не назову вот Андрей Кураев он про это и говорит другими словами все спасибо еще вопросы пожалуйста братья это Роман Фроликов вот вопрос у нас возник на еще изучениях в другой группе о подражании апостолам то есть Игнатию Тихоновичу как Игнатию Тихоновичу Иисусу Христу то есть прозвучали такие ответы что Игнатию Тихоновичу невозможно подражать он неподражаемый вот но я говорю что апостол же говорит что ему даже подражать в том что он подражает Иисус Христу Иисус Христос хвала ему тоже неподражаемый в чем-то но ему же говорят подражать вот то есть как вот этот вопрос решить о подражании вам мне даже смешно на кого подражать я ничего не могу сказать на это у меня рядом люди ты был здесь и ты видел они сидят за столом и там пишут что-то я тоже писал и много писал но я все время работаю ты же видел как я не разгибаюсь там деревья таскаю обрабатываю везу добываю там что-то я не отстаю от молодых работаю и поэтому подражать ну пожалуйста приезжай подражай я не возражаю ну вера да давай этих пунктов рождения свыше я сразу покажу вот я был сейчас скажу где это да как раз это было в Лос-Анджелесе там где мощи шанхайского этого Иоанна Максимовича ну и там меня тоже митрополит архиепископ Антоний позвали прямо около мощей его туда вниз вы таких-то знаете я говорю слышал но я их не знаю вот отец Аким знает может служил с ними или как они просятся принять православную зарубежную церковь а мы тут напринимали таких что с улицы даже лучшие люди ну как они принимают я говорю а почему вы их не испытываете ну а как испытать он говорит я говорю три месяца можно испытания сделать ну допустим человек приехал в Америку я хирург или заканчивают здесь я хирург его же не ставят а он ординарным какие-то или там участковым год-два работает там проверяют смотрят как он может не может ну ясно что каждый врач это не лукавой на яснец и здесь тоже давайте потеряю кондитуры из России все они летом работаем вместе мы будем пить если он никак не скроется никак если только конечно внутрь его не залезет сатана у нас был один все нормально все нормально причастился а через неделю батюшка уже анапиями придает сначала земля плоская ну и дальше пошло и пошло дух лжи вошел в человека но это единственный случай у нас был такой единственный такого не было обычно три ступени первое вначале человек ропщет дальше он прячется его где-то нету нету на занятия не ходит церковь пропускает и потом убегает и через то обнаруживается что не все были наши что ушел это обнаружение он еще не случая ни одного не было чтобы кто ушел не было и чтобы он духовно стал расти ни одного нету он просто засыхает и все как вырванный людям тоже не нравится что я так говорю что вы так о себе мыслите у нас родник живой воды мы постоянно занимаемся постоянно идет встреча друзей занятия идут а там ничего нет куда они пошли там к старобрядцам там вообще ничего нету отстоял и иди домой ничего не говори одна проповедь ты еретик переходи к нам сектанты там и говорить нечего церкви нету хотя они по нравственности намного выше православных а почему потому что выигры уже очищены через слово мое там звучит слово божие не считая свидетелей еговы в синодальном переводе я попутно сказать никогда другие библии в руки даже не берите новый перевод там или я начитывал другие переводы как касьяна на пленку чтобы ознакомить священников синодальный перевод наилучший за 2000 лет нигде его не было такого это все попутно говорю ну вот так что к этому добавить надо работать подражать вот как-то собрались тут священники там отец Геннадий Фас был ну без меня в моем доме в квартире я не знаю где-то я на вахте был я был сторожем в управлении хлебопродуктов ну и начали говорить вот тут другое он отец словарь сказал говорит Игнатию никак нельзя подражать вы не сможете это это нельзя это дано человеку как-то у нас разговор так сильно случился и он тоже выступил и сказал что меня столько врагов они еще не могут сделать ничего сейчас мои книги в трех или четырех епархиях миссионерские отделы они называются цензорские цензорские в Одессу там монастырь сейчас Киево Печерская лаври уже несколько лет книги и ни одного слова нету а почему да ничего там и не найдут они я говорю почему а мне отвечают что они самоубийцы во свете библии давайте разбирать я вам покажу вот они мощи я не признаю я признаю мощи ну мы не можем никуда деть слова Христа прах ты и в прах возвратишься в прах ни в антиминцы ни в мощевики ни в кресты в прах вы сначала вот это объясните как или прошло время Господь отменил так он вчера сегодня вовеки тот же Христос я говорю все собрать все мощи с патриархом вместе в почетном месте с песнопениями со всем после там службы литургии пусть они решают и захоронить и все на этом но нельзя такими быть завзятыми некрофилами по частям резать фарширует как нанотехнология как выразился Андрей Кураев а вы еще не поклоняйтесь ну где есть я поклоняюсь но это не означает что я не признаю или давайте вот так признавать я и монаха говорю то монашество которое есть вот то такое зло оно сделало почему не было проповеди на этом молчальничестве молчальники были вот это уход в пустыню вырос ислам и теперь рассчитывать все приходится ну надо до конца все договаривать как говорит Игнатию подражает говорит а волчий хвост торчит вы так как я живите все я ничего не настаиваю но ты сделай так чтобы заработка у тебя 9 десятых уходила на дело Божие попробуй мне пока никто не встретился никого нету нету я 2,5 часа спал все сокращал и сокращал а остальное время в работе ну нету отец Геннадий говорит его спасает его безупречность за мной нет ничего и что говорят там пишут вот там на занятиях Надежда Васильевна хотела выйти а я не пошевелился она с другого дальше через другой стол вышла ой как они взыграли там всякими поносными словами а кто гляжу блудник убийца я их знаю в поднанном смысле развратники а люди то не знают слушают рты раскрыли а они бессовестные хамьё злодеи злодействуют злодейские как они мне подражать вот я за них за всех молюсь за всех я к ним в ролике их не лезу ничего не говорю а они за мной гоняются в моей хате ну называю ресурс ютуб и гадят и гадят но я еще должен делать вот на это я ответ небольшой дам дал уже теперь только ждать вчера мы тут Юрий Соболев зашел этот вопрос задал я никогда не думал что я там пример какой-то буду я просто работал ну вот я вернулся из заключения и разговаривал с такими которые действительно были в этом деле мэтры тюремные там отец Глеб Якунин Дмитрий Дудков Саша Огородников ну я с этим Смарченко Анатолием встречался Зоя Крахмальникова ни у кого так не было как у меня чтобы такая была проповедь чтобы следователь обратился чтобы начальник тюрьмы по-христиански принял вся тюрьма буквально говорится слушала и гудела и каждый день два часа проповеди камеры открывали охранники стояли и ни один не закурит 70 человек курящих а считай тот кто не курит а таких три на всю камеру никто даже не слышал про это а у меня это без натягу захожу в камеру перекрестился сразу мир дома всему а там в дыму ты как червика пошатся все а что бы вы хотели поближе где в воздухе если чтобы не курили все теперь подходит и на улицу через решетку дует люди считают я сказки рассказываю я молюсь в это время зашел человек зашел и мат перемат а я молюсь а я слышу что делается ему сразу ты мужик помело свое прикуси то есть язык а что случилось ничего не случилось а то случится ты видишь у нас батюшка молится он и за нас молится да я не знал но все разговор окончен вот подражайте вот подражайте я псалтырь вот возьми псалтырь 150 псалмов я просчитывал каждые два дня заново 4-5 раз становился на молитву во время не считая утренней и вечерней молитвы по часу по полтора и каждую неделю полностью новый завет просчитывал на молитве и два часа проповедь я не в тюрьме был я был в миссии миссии тюремной туда так тебя не пустят и охранники самая ярая была охранница там Эльза Кох звали ее маленькая такая ну до того говорит злобная она везде и она меня как-то повела и мы с первого дня подружились с нею она мне разрешала приносить то что запрещено там следователь принесет чесноку или жена мне готовила водя за Василину от сердца грецкий орех на меду ну запрещали то есть это не то что запретно а то что ну нельзя да и все а она меня водила а я ей там праздники переписал она такая приятная женщина интеллигентная а ее вся тюрьма знала Эльза Кох я один раз прошел с ней и от Эльзы ничего не осталось я говорю а было так чтобы начальник тюрьмы полковник призывал вас и религиозные вопросы нет а вас вербовали всех вербовали а вас я говорю меня нет а почему да потому что в первый же день я его вербую следователя он меня допрашивает а я его обращаю меня в КГВ привели и с первой же минуты я им смеятельствую о Боге так что кто обратился я боюсь говорить что Бог делает спустя 20-30 лет они все еще помнят и передают один другому что я у них был видишь как они считают за счастье что я сидел у них следователь пришел на работу когда я освободился маленько выпиши Пичугов Виталий Николаевич и говорит вот мне доверили это городская тогда была прокуратура мне ни другому то есть я на какой высоте это это он побыл и забыл свой чемоданчик вот так подражать я вот писал когда книги это же не одна книга еще у меня три книги к этому то есть 33 тома и считаю еще для слова Божия нет уз две симфонии создал это все в 9 лет в 9 лет ну подражай при том я отвечал и писал то что нигде не написано и не читано пользуясь материалами какие писали святые отцы доказывают что я говорю именно так так надо понимать три программы в это время вел в лагере за лето я не знаю сколько лет я ни разу не искупался даже на костер не ходил пятницу почему у меня нет времени вот чтобы было понятно что такое вот слушайте сейчас возьмите Библию православную полную с неканоническими 77 книг не баптистскую с православным крестом восьмиконечным по благословению там патриарха написано сенодальный перевод 1876 года сколько вам потребуется времени не прочитать а начитать включите микрофон и начитайте чтобы другие слушали и плюс к этому возьмите архипелаг ГУЛАГ полное издание три тома имка пресс Франция прислали и вот на начитывание архипелага ГУЛАГ и этой полной Библии у меня ушло 30 дней так свет-то выключали сколько раз а я считаю ролик-то не закончил а в Потеряевке мне надо заново пересчитывать ровно 30 дней а сколько это много мало ну 70 часов архипелаг ГУЛАГ и 90 Библии часов не считать а с выражением прочитать не сделать ошибок попробуй испытай себя вот тебе и подражание а вы хотели бы чтобы пересчитали златоус хотел потому что моя начитка которой выставляют она была в органах и там сумели там кое-что размагнитить концы отрезали я даже надеялся что еще сумею заново перенасчитать но у меня четыре причины которые помешали четыре первое ослабленное зрение второе диктор должен хорошо слышать у меня поврежденный слух третье выпали зубы шепеляблю и да я не должен кальшир у меня должны быть очень хорошие бронхи то есть то что мешает и несмотря на это я насчитал бог дал на этот момент на месяц мне здоровье здоровье и проще голос должен работать а у меня бронхи голосовые связки поврежденные меня 13 дней в холодилке держали в тюрьме в этой в КПЗ не в тюрьме ну вот и подражай я рассказываю вот мы сделали это миссионерское путешествие купили специально машину газель низограничную находка порт Владивосток прошли до Лиссабона всю Европу это три поездки было 120 тысяч километров то есть вокруг земного шара три раза проехали по экватору 600 городов и сел и везде встречи а ездили-то мы каждый год по полтора месяца больше не ездили и везде в каждом месте я дарил на 750 евро книги 750 38 книг ну подражай все слабо подражай значит подражать а было такое такой поездки такой миссионерской поездки не было не было никогда и нигде с такими дарами не имея минимальную пенсию мы подарили на 35 миллионов и ночевали где и собака это еще чемпион россии ураган Сергей Павлович хозяин ну вот и подражай вот и все на этом ты маленько только узнай вот я встает сегодня встал в два часа сколько-то минут ночи все я не ложился иногда днем бывает на стенку головой обопрось немножко и все я разбираю почту каждый день встаем в 4.40 подражай в 4.40 независимо воскресенье или что создатель православного детского лагеря первого в стране 45 лет бесплатно обслуга все бесплатно государство ничего не дает подражай подражай и ни одного заболевшего ни одного поврежденного ребенка со всеми занимаемся возбуждает уголовные дела против меня и все рассыпалось меня ни разу не штрафовали а тут уж Роспотребнадзор меньше миллиона штрафа нету суд прошел им ничего не дали почему у меня тысячи если не миллионы друзей все молились и молились дети были от пятидесятников они молились из Англии я знаю только которые ролик они показали как молятся баптисты и крестятся стоят и рядом дети это полная покорность слово Божие вот и подражай подражай в питании вот раньше деньги какие были то у меня на питание я работал там бетон возить на второй этаж там кладка кирпичная и проще 9.80 или 11 рублей рублей вот и все подражай я тебе говорю если сейчас я никому не звоню вот такой мне телефон подарили на мне все не мое и я не нуждаюсь этим дали бы сейчас кубометром 10 долларов я бы всем нашел место ни одного доллара ни одного цента на себя не потратил нигде образовал 13 библиотек ну подражай и при том я это все делаю без натуги меня приглашают в Америку в Канаду митрополит Виталий а тут вот сейчас который Иларион Капрал я туда поехал прежде чем так я в университетах везде задавал вопрос стоит ли ехать я очень внимательен к советам и только в Москве Зоя Крахмальникова сказала вы будете работать с людьми своими глазами должны увидеть кто они такие зарубежные и она сломила меня подражайте в этом я вообще никогда не спорю под роликами о комментарии делаю может быть один на на сотню роликов ну спросят где книги можно ваши выписать подражай а как ты подожай вышел мне напоминает это тихий дон Шолохова пригласил там этот казах какой-то аксакал ну и первый раз он поел досыто а у того шесть блюд по полной большой тарелке там баранина у него там выпил маленько но этот не пил но ему тоже все дали а он вот так борода на две стороны он баба а ну-ка подавай второе она подает он опять а ну подавай там что у нас сфаршировано пельмени давай борода вот так вот тот домой пришел тоже баба дай первое у него еще там первое тюре на воде там крошки плавают он вот так а что там бороденка он опять вместе их свел ничего и нет вот подражай надо иметь то что подражаешь а что для этого подражать самое главное смирение то чего во мне меньше всего люди видят я смирился перед всем что делается в церкви зная все где нарушение чего-то но постоянно говорю об этом архиерею пишу патриархам смирение а вот без смирения ничего не будет вот все скинули какой материал вот это и дальше начинай работать свое не ищи и первый пункт отвергнись себя отвергнись но я когда говорю людям так это вы что вы бомжи какие-то у вас такое и начинает материться никакое может в прошлом году трое были тут Никита был зиму-то и я не знаю два ведра воды у нас на неделю могло быть вполне ну варить только что-то больше а тарелки мы вообще бумажкой обтерли и все я ни одной таблетки не съел а зачем ну подражай я Богу говорю по каким пунктам главный из пунктов будет у тебя любить Слово Божие я два-три до десяти часов проводил за Библией подражай запоминай как считают что Библию знай наизусть хотя не так и так же святые отцы насчитают я златоуст пятьдесят томов насчитал разных святых отцов тут все на везду я ничего не прячу город на вершине горы не может укрыться а вы говорите награда не будет а я об ней и не думаю никогда вот ежедневно сейчас я на пенсии семикратно в день прославляю тебя вот вот четки ну и подражай семь раз надо прочитать три святоя да вот ось сочи наш и сто поклонов и своими словами это один раз и так вот таких заходов не меньше семи а тут бывает иногда восемнадцать раз становлюсь на молитву ты сразу увидишь у тебя другое будет настроение тебе неохота будет делать то что ты делал и по чужим роликам я не лажу ну не считая там меня попросили скидывали ролики на взоровые и объяснить почему так у меня своей работы хватает двенадцать тысяч восемьсот роликов вы на интернете найдите такую цифру найдите вот у меня стихотворение по девять куплетов три тысячи четыреста шестьдесят семь запиши себе кто вопрос задает стихотворение ну вот и подражай ты можешь подражать а что ты будешь делать а может лучше а может и лучше а я никогда не думаю подражать не подражать у меня в голове эта мысль рождается я ее выразил встреча должна быть я поехал денег нету молюсь Бог дает деньги то есть у меня живая прямая связь с Богом представьте в общей сложности издано примерно на пятьдесят пять миллионов и где-то там кто-то дал незнакомый этого нету только который уже расположен банкир там или кто-то даст вот и ответ как ты будешь подражать когда этого нету я говорю про Евдокимова фильм собирали-собирали ничего никто не знает а тут первое место на международном киноконкурсе даже сегодня этот фильм человека трогает вот я пришел на свою родину приехал в Венспилс и я там плачу не могу слова сказать ну молись вот так чтобы люди плакали не просто отстоялые вот это в интернете зарядите там слово Венспилс на нашем Ютубе видеоканале почему? это у меня не наигранно я этим живу это моя жизнь да я много делаю замечаний людям почему? а я вижу нереально сейчас у меня Надежда Васильевна взяла девочку тут гликерия и она у ней с ножницами играет там режет я пришел строго на коза она упадет она маленькая дошкольница она глаз выткнет прихожу сегодня опять ножницы там я неустанно говорю и говорю вокруг печки голландки сделали ограждение чтобы ребенок не пал и не обжегся мне до всего мне до всего есть дело ты будешь подражать? да никак иногда отец Ахим спрашивает ты говоришь вот это а ты знал что он не обратится я знал а зачем говорил? я говорю Иоанн Креститель знал что Ирод не послушает? зачем он говорил? я свободен в Боге я делаю ради Бога не ради человека человек он ходит когда по Богу а так его и не увидишь человека так что-то копошится тут под ногами а я в нем должен увидеть образ Христа если он есть вот бумага обыкновенная я переплетчик реставратор переплел примерно 3000 томов никто не верит в это начинай подражать ну и посмотри что получится и при том я целую когорту вырастил переплетчиков в разных городах страны я просто рассказываю как есть опять скажет хвалится написано хвалящийся хвались Господом это он это делает он вот подражать вот Сергей Павлович ведет занятия подражайте как он с собаками занимается в первую очередь любовь надо иметь к собакам да не получится ничего а он из заброшенной завалящей который усыпить собирается делать чемпиона России да он работает не так как я работал я в уголовном розыске занимался но я что могу сказать он как их положил они как мертвые лежат кошка лежит мертвая как будто я подумал то ли поубивал их я этого не мог я с одной собакой только работал но она и показывала результаты такие следовая работа в городе там охранять ювелирные магазины у него другой путь он любит и весь ответ подражать можно когда любишь и что результаты сразу видно а сейчас говорят Никита то видать какую школу прошел он там сравнивает к баптистам ходит к православным и уже сегодня я его ролики выставил спрашивали где Никита и два ролика с его разрешения я выставил свои ролики ему 12800 отдал выставляй какие хочешь и Никита то ты смотри у него какие рассуждения это светлая голова да это ну другие там говорят его через тысячу лет канонизировать будут вот так все наверное Сергей Павлович распускай нас по домам помолим достойно истину блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим без истыния Богослово рушую сущую Богородицу Тя величаем молитесь и Гнать Господи Боже мой прости мои согрешения с течением я прогневал Тебя и в этот вечер покрой все милосердием Твоим научи нас взирать начальника совершителя веры Господа нашего Иисуса Христа Господи пролей милость на всех врагов моих не дай им погибнуть и в судный день не помяни их безумие и клеветы ты утешаешь посети болящих парализованного Сергея Валерия Александра и всех кто просил помолиться о них коснись их сердец благодарю тебя Господь за здоровье за болезни за друзей за врагов ибо все свое время окажется на пользу слава тебе хвала тебе за все Отец Сын и Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос Слава Христу Спаси Христос С Богом Спокойной ночи всем Спаси Христос Спаси Христос Слава Иисусу Христу Вам не знаю слышно или нет Слышно нам все слышно Игнатий Тихонович С Богом С Богом Может еще вопросы у кого есть Нет наверное все Сергей Тебя благодарим за то что ты нам такие занятия провел Спаси Христос тебя Слава Иисусу Христу Отключаюсь ухожу Слава Иисусу Христу